Да, коллеги, приятно, что вы все присутствуете и познакомиться мне с вами радостно. Интересно, что все из таких разных сфер добровольческой деятельности. Я являюсь координатором группы добровольческого движения «Даниловцы» в детском доме-интернате номер 15, СССР Кунцевский по новому названию. В нашем учреждении, на момент, когда мы ходили, когда были посещения, было порядка 250 воспитанников с разными отклонениями физического и умственного развития ребята находятся у нас. Основная наша деятельность направлена на организацию прогулок с ребятами, которым они самостоятельно недоступны. Те, кто передвигаются на инвалидных колясках, либо дети, которые частично восстанавливают двигательные функции после операций каких-то проведенных, по-новому буквально учатся ходить. Помимо группы основных наших подопечных, в нашем детском доме живут ребята старшего возраста. В самом детском доме ребята живут до 23 лет. Основная категория воспитанников, с которыми мы также взаимодействуем, 18-20 лет. Как строится наше посещение? Мы встречаемся с волонтерами предварительно, либо в метро, либо у КПП, входим в учреждение и направляемся в группу к нашим воспитникам. Воспитники у нас есть те, кто выбрал себе волонтера и с удовольствием ходит с одним и тем же человеком. Ну, соответственно, при возможности этого человека посещать наши прогулки. Они буквально с первого входа в группу сразу видят своего, идут к нему, несут шарфик, шапочку. Все, мы готовы. Вот, собственно, собирай нас, мы очень рады. Готовы трудиться, ну, то есть ходить ногами, расхаживать себя, вот, лишь бы провести время в этой компании. Ну, есть, соответственно, ребята, которые ходят не к конкретному ребенку, а просто к тому, кто сегодня там свободен, кто нуждается в прогулке, кому эта прогулка сегодня нужнее, чем, там, ряду других ребят. Поэтому мы приходим, ну, постоянные участники наших прогулок, они, соответственно, уже окружены теми детьми, с которыми они постоянно взаимодействуют. Ребята, ребята, которые ходят чуть реже, либо без привязанности, ну, они собирают, там, помогают собирать свободного ребенка, помогают собирать, ну, что-то с ним уже начинают мелкую моторику, как-то здороваться, там, что-то кулачками стучаться, приветствовать, чтобы чуть-чуть ребенок в знакомой ему среде, с воспитателями, в своей группе, он освоился и почувствовал безопасность с новым человеком рядом. Ну, такой вот момент приветствия, сборы и так далее, и дальше отправляемся в свободное, так сказать, плавание по территории нашего интерната. В зависимости от того, сколько волонтеров на прогулке, либо я также гуляю с каким-то ребенком, либо я гуляю по очереди с разными группами волонтеров, чтобы как-то курировать и понимать, что где происходит. То есть, если ребят немного, то все остаются в поле моего зрения, и мне комфортно, потому что я имею возможность наблюдать. Если группа набирается большая, то я так курсирую между всеми. На прогулке, на самой прогулке у нас такое как бы правило внутри группы, что каждый делится своими талантами, то есть что ему нравится. Кому-то нравится очень петь, и, соответственно, вот во время прогулки с ребенком, ребенок слушает эти песни. Слушает песни иногда, это рассказы, сказок или того, как прошла неделя. Добавлю, что наши ребята, с которыми мы гуляем на колясках, у них не развиты речевые функции. Практически никто из них не разговаривает. У некоторых есть возможность давать какие-то односложные ответы. Да, нет, хочу, нравится и так далее. Ну и, соответственно, они понимают речевые инструкции, там, протяни ручку, мы тебе оденем в варежку. Ну, если они сняли варежки, там, хочешь потрогать веточку, он там может кивнуть, может отказаться и так далее. Вот в таком формате мы общаемся с нашими ребятами. Но замечу, что у некоторых ребят, которые, как правило, чаще всего попадают с нами на прогулку, у них вот за период моего координаторства, это чуть больше года, заметен прогресс. Заметен прогресс в осознании того набора предложений, которые они готовы воспринимать. Они больше, больше подключаются к диалогу. Некоторые даже начинают смеяться, ну, прям в тех местах, где надо смеяться. Когда там, например, волонтер с другим волонтером что-то обсуждают, и они идут с двумя колясками. И, ну, при мне был этот эпизод, парень Андрея его зовут, он прям в голос засмеялся над рассказом волонтера, как он выступал, пел песни, и ему очень нравилось петь эти песни, но, как выяснилось, кроме него никто не наслаждался. И тот мальчик засмеялся, это было здорово и очень приятно, что он прям понял весь диалог, всю историю того, о чём мы говорили. Хотя, ну, как бы поддержать диалог у него так и нет возможности. В группе с совсем маленькими ребятами, где мы гуляем, тоже бывают такие приятные моменты, когда, ну, часто повторяешь, мы расхаживали одного мальчика, то есть держали его и ходили с ним, и каждый шаг повторяли один, два, три, четыре, до десяти и по новой, до десяти и по новой. И какие-то цифры он начал повторять. И это тоже был такой крутой момент, когда простые действия привели к результату очень ценному и очень важному. Вот, ну, отвлеклась от того, как у нас построена прогулка, возвращаюсь. Соответственно, вот мы вышли на улицу, кто-то взял из любителей петь, он поёт, кто-то читает сказки, кто-то просто включает музыку. У нас есть очень музыкальный мальчик-исламчик, он любит хип-хоп и русский рэп, и все умиляются с того, как он, какие движения он делает чётко под ритм этой музыки. Он делает шею, я так не смогу повторить, вы знаете, так египетские, египетские танцы, наверное, это так называется. Он делает шею туда-сюда, и нога на ногу закинут, и ногой, которую закинут сверху, он прям так раскачивает стемп музыки. Это то, что у него ноги на ногу, он выглядит как очень важный босс, который сидит и вот даёт указания, и при этом ещё протанцовывает. В общем, волонтёры любят включать ему такую музыку, потому что смотреть на то, как он проводит время, это одно наслаждение. Кто-то любит там гонять на колесах. Территория нашего учреждения очень большая. У нас есть такой небольшой лес. Там настоящие белки мы видели. Там растут грибы, там шишки, там ёлки, там берёзы. Это очень разнообразная флора. И с ребятами можно прям по тропинкам по этому лесу побегать, погонять коляски, покатать со скоростью, с ветерком. Особенно парни любят, они заливаются смехом, им нравится, они хлопают, получают удовольствие от таких прогулок. Есть наоборот. У нас ребята, которые не видят, соответственно, лишний шум и слишком сильная активность, она их пугает. И вот мы тоже поняли, у нас девочка Света и мальчик Регор в подопечных, которые плохо видят. И первое время мы не могли понять, почему мы идём втроём вместе на прогулке, и эти ребята капризничают. Мы думали, ну что им не нравится, к воспитателям подходили. Света говорят, нет, они хотят гулять, пусть гуляют. А потом мы опытным путём выяснили, что действительно их пугает, когда слишком много незнакомых голосов и незнакомого окружения, и большая активность. И вот теперь у нас спокойные волонтёры, ребята, которые более такие холеричные, наверное, они как раз-таки и выбрали себе в подопечные вот этих ребят. И они с ними ходят очень медленно, тихо что-то рассказывают, и дети все в полном порядке чувствуют, они больше не капризничают, не кричат, и действительно наслаждаются прогулками. Но там пришлось какое-то время, какое-то время выяснять, как найти к ним подход. И любой такой небольшой квест по выяснению этого подхода, он тоже внутренним таким откликается вознаграждением, что вот не зря ты подумал, собрался и нашёл выход. И нашёл выход, опять же, простой, который подарил счастье небольшое, но другому человеку, либо сделал чуть комфортнее его условия. Что ещё бывает на наших посещениях, на наших прогулках? У нас есть в нашем учреждении другие подопечные. Это вот я уже сказала ранее. Ребята старшего возраста 18-20 лет, ребята среднего возраста 13-16 лет с отклонениями умственного развития. Но при всём при этом эти ребята гуляют самостоятельно. То есть у них есть воспитатель, они с воспитателем либо ходят по кругу всего учреждения, ну, как бы организованной группой, либо на своей специальной площадке гуляют. Когда они ходят по кругу, они, безусловно, по кругу встречают нас, нас с колясками. Они прямо с огромным желанием и рвением стремятся нам помочь. Просят помочь покатить коляску, провести с нами время. Воспитатели их отпускают, но коляски мы им не передаём, разрешаем идти одной рукой. Одной рукой ребёнок, одной рукой мы, чтобы совместный труд и при этом соблюдены условия безопасности. Вот в таких прогулках ребята любят расспрашивать, какие у нас увлечения, рассказывают о своих, рассказывают, что нового они выучили, рассказывают стихи, поют песни. Ну, песни, стихи, музыка — это танцы, это любимое увлечение практически всех наших подопечных. Они всегда с большим энтузиазмом делятся тем, какие у них были уроки, кто к ним приходил, какой новый танец они выучили, что они нарисовали, если это другого типа творчества. Но с этими ребятами мы не так часто пересекаемся, но когда пересекаемся, проходит вот так. И есть ребята старшие, 18-20 лет. Они всегда встречают нас практически у ворот. Есть очень яркий парень, Кирилл в нашей группе среди подопечных. Он встречает нас в полицейской форме, с рацией, там прием, прием, пришли волонтеры, встречаем их как надо. Вот разные у него образы. Он может быть поваром, может быть спортсменом, может быть сотрудником МЧС. Ну, как бы, с какой ноги проснулся в это утро, тем персонажем он и становится. И это очень здорово. Это заводит сразу всех ребят в такой игровой манере продолжать всю прогулку. Он нас встретил на КПП, идет вместе с нами за ребятами и дальше продолжает с нами гулять. Подходит к абсолютно разным. Ребятам рассказывает разные истории о своей жизни, о том, какие у него есть увлечения. И вот до карантина, несколько последних наших посещений, он со своим другом показывал нам выступления. Они включали музыку, которая им нравится, и показывали танцы. Им было сильное мое удивление, как синхронно и идеально у них это получается. И не только выполнять физические движения, но и прочувствовать музыку, смысл песни, хотя она была не очень, как сказать, очень бытовая она была по смыслу, но при этом все это они выражали в движениях, в жестах, мимике. И было круто. Это тоже способствует объединению волонтеров, потому что мы все собираемся в кружочек, мы смотрим, хлопаем, подтанцовываем. И, собственно, вот в режиме самоизоляции у нас видеозвонки доступны вот с этими ребятами, которые старше, из старшей группы. Мы с ними созваниваемся, и также они устраивают показы нам караоке, которые проводят у себя там в учреждении. Тоже очень, очень занимательно, очень интересно. Вот, сейчас я могу показать несколько фотографий. Попробую. Мы вроде репетировать, надеюсь, у меня получится. Так как мы гуляем, и немножко расскажу. Вот, так. Ну, это наши такие прогулки весенние. Это была прошлая весна, как раз таки. Мы пришли, нас было очень много, вот на этой фотографии, нас было очень много после карантина. У нас был месяц карантин по ветрянке. В учреждении была ветрянка, и мы не ходили. Конечно, когда мы вернулись, мы столкнулись с тем, что ребята были обижены, и это было заметно. Ну, они без охоты шли к нам, они не смотрели нам в глаза, и вообще практически не смотрели на нас, показывая то, что, ну вот как вы могли, не приходили к нам так долго, потому что для них, я думаю, время ощущается еще сильнее, более растянутым. Вот, нас было очень много, в итоге так все подключились, прогулку, солнце поспособствовало подъему настроения и такой объединяющему духу. Вот. Здесь, собственно, вот Кирилл изображен, про которого я говорила, который мастер любого дела, он в футбол играет в этот, в этот день он был футболистом. Вот наши девочки Ева, Юля и Маша. Маша у нас сейчас после операции, она ходит с нами. На следующей фотографии как раз покажу, где мы чуть-чуть ходили с ней. Вот. А это Женя как раз-таки из тех ребят, которые подросткового возраста, которые очень просятся с нами чуть-чуть пройтись по кругу и покатать коляску. И вот она Родиону, нашему волонтеру, помогала катить Еву. Вот. Следующая фотография, это я с Машей, вот на предыдущем фото показывала. Маша делает операцию, мы расхаживаем, мы расхаживаем ножки, соответственно, гуляем, видим качелю, сразу же хотим снова посидеть. Ну вот такими переходами от одной качели к другой мы провели прогулку, и Маша устала, и потом крепко спала. Воспитатели были довольны и нас очень благодарили. Это тоже наш воспитанник, очень веселый парень. Он любит раскрашивать чертей и пауков. Это вот у него такие излюбленные символы. И вот он разрисовал много-много картинок, одел вот эту вот маску Деда Мороза и ходил всех поздравлял, дарил всем пауков и черепа. Такой был тогда интересный день. Это лето, это вот прекрасное лето как раз-таки вот в этой лесопарковой зоне нашего учреждения. То есть, ну, там много таких дорожек, на самом деле. Это мы просто свернули к лавочкам чуть-чуть посидеть, в тенечке было очень жарко. И вот мы кружечком встали и отдыхали с нашими ребятами. Вот. А это первая зима, прошлая зима, получается, тоже в нашей группе. Как раз-таки опять Кирилл, тут он лыжник. Это Танюша. Наверное, вы знаете на школе координаторов. Таня Матанцева, она вот, я так, насколько предполагаю, она тоже будет в дальнейшем нашем учреждении. Вот. И это тоже Руслан, который был Дедом Морозом. Здесь он черт, который сорит деньгами. Вот у него там пятитысячные купюры. И вот он ходил и сорил ими. Вот. Так вот весело мы проводим наши прогулки. Так, сейчас я вернусь к вам. Так. Вот. Всё. Снова я. Снова. Снова здравствуйте. Вот. Я рассказала кратко о нашей группе. Надеюсь, было интересно. Готова там ваши вопросы услышать, дать ответы. Да, можно включить уже микрофоны. Спасибо ей большое. Прям. Особенно. Чёрт с орящей деньгами это прям было достойное окончание рассказа. Заводное. Юля, спасибо большое за рассказ. Очень трогательно и очень интересно. У меня такой вопрос. Как ребята относятся, когда вы уходите? Ну, то есть вы как-то подготавливаете? У вас есть какой-то ритуал? Ну, просто интересно. И второй вопрос. После посещения вы с волонтёрами обсуждаете эту встречу? Если обсуждаете, то в каком формате? Да. Софья, спасибо за вопрос. Ну, мне на самом деле очень интересно рассказывать и вопрос слушать и вспоминать, как у нас всё проходит, потому что действительно понимаешь, как сильно ты соскучился по всему этому, не имея возможности там встретиться, увидеться и провести в обычном для себя режиме, там, выходные дни, когда ходишь к ребятам на прогулке. Вот. Возвращаясь к вопросу. Как мы заканчиваем наши прогулки? Наши все ребята живут на третьем этаже отдельного корпуса. И когда мы приходим за ними, мы уходим все на лифте. То есть, приводим коляску, в лифт, спускаемся, уходим. Когда мы возвращаемся обратно, мы стараемся подниматься через зимний сад. То есть, это возможность пройти мимо зоны, где аквариумы с разными животными, деревья, цветы, и дальше пандусы прямо до третьего этажа. Они очень с таким мягким наклоном коляску поднимать легко. И как бы, ну, тем самым ребята оказываются уже в своем корпусе, в своем учреждении, они понимают, что вот прогулка заканчивается, но она не обрывается так быстро, как сел на лифт и доехал. Она немножко в таком растянутом режиме проходит. Я не знаю, мне это пришло в голову чисто случайно, просто было холодно в какие-то из первых прогулок как раз-таки в том году зимой, и нас попросили гулять поменьше, потому что, ну, дети могут замерзнуть, они все равно не двигаются, сидят в коляске, их даже упустывают одеялами, но для заботы о здоровье и безопасности нас попросили пораньше. И вот пошли пораньше и решили, когда уже были в помещении, изведать все уголки. И завернули как раз-таки в этот зимний сад. И ребятам там понравилось, и наблюдать за рыбками очень они все любят, и нам показалось интересным. И плюс этот путь нас так же привел в группу, но позволил дополнительное время провести с подопечными. И как-то после этого мы так и решили всегда возвращаться через пандус. У нас договоренность с волонтерами, что мы все начинаем, ну, каждый день практически я говорю там, либо мы в своем графике, там, 12, например, возвращаемся в группу. Либо если холодно без 15-ти, 12, либо если жарко, то 12-15. Ну, то есть вот у нас есть полчаса, которые все спокойно воспринимают, ну, чуть больше. Если у кого-то нет возможности подольше погулять, конечно, он вернет ребенка в группу чуть раньше. А если есть возможность, то мы все в одном графике, там, 15 минут туда, 15 минут сюда возвращаемся. Возвращаемся через пандус и договоримся встретиться внизу. когда вернем всех ребят. Они у нас на третьем этаже распределены по трем боксам. И вот поэтому мы немножко так разъезжаемся, потом объединяемся на первом этаже, идем по территории, прощаемся с ребятами, которые старшего возраста и дальше вместе идем до метро. Обсуждаем абсолютно разные темы. У кого-то есть какие-то вопросы по деятельности учреждения или по конкретному своему подопечному. Ну, задают конкретно мне, мы вместе обсуждаем или индивидуально идем обсуждаем. Иногда вопросов каких-то нет, прогулка прошла просто классно и все счастливы, все довольны, с ощущением полного удовлетворения мы можем идти петь песни. Ну, петь песни люблю я, поэтому бывают желающие, они запевают тоже, бывают, нет, по-разному. И вот мы доходим до метро и прощаемся. Встречи, группы у нас так сложный вопрос немножко в плане там организации, плюс мы ходим два дня, суббота и воскресенье, и так, чтобы всех собрать как-то в одной точке, это немножко затруднительно. Но общение у нас есть, каждую прогулку после 20 минут точно уделяем совместному диалогу. Вот, спасибо. Спасибо. Юля, скажите, пожалуйста, сколько детей в группе, с которой вы занимаетесь? Ну, у нас в группах, в каждой группе 10-12 человек, у нас 3 группы. В одной группе 10 человек, в одной группе 11, и в одной группе было 12, но по последним данным, по-моему, там сейчас 9 человек, 3 перевели. Вот, ну, итого примерно 30 человек, с которыми мы гуляем постоянно. Плюс еще есть группы отделения милосердия, там совсем маленькие дети. Сейчас к ним ходит отдельная группа, в том году, в летний период, эти маленькие дети это единственные, кто оставались в интернате, все остальные уехали в оздоровительные лагеря. Соответственно, мы гуляли только с малышами, ну, там также 3 группы, примерно по 10 человек. Вот. Ну, волонтеров у нас приходит 5-7, бывает даже 10 человек на одно посещение. А есть какие-то ограничения по количеству волонтеров? Нет. Или... У нас ограничений нет, мы рады всем, с учетом того, что у нас в общем объеме, ну, за раз можно погулять с 60-ю детьми минимум. Плюс куча других ребятишек, которые желают общаться и взаимодействовать с взрослыми, которые могут стать их друзьями, у нас я считаю, что нет ограничения по количеству. Ну, насколько мне это пока видится и как я оцениваю свои силы. А дети, с которыми вы гуляете, это постоянная группа? Или вы приходите и воспитатели говорят, что сегодня там есть желающие? Ну, в общем, это рандомно или постоянное? Ну, у нас вот постоянных три наших группы и мы собираемся в одном посещении минимум две группы зайти. то есть минимум из двух групп мы всегда берем ребят. Соответственно, в воскресенье мы гуляем с одними ребятами из двух групп, в субботу мы гуляем еще с другими и захватываем третью группу. Ну, стараемся за два выходных дня всех охватить и уделить внимание. А если я правильно понимаю, то есть один волонтер берет одного ребенка? Да. А если остальные дети, они остаются в группе, если нет волонтеров? Или как у них проходит график? Нет, в группе не остаются. Мы гуляем, мы приходим гулять с ребятами в соответствии с режимом прогулок в учреждении. И в это время воспитатель, нянечка, они совместно вывозят оставшихся ребятишек на детскую площадку. И вот, например, у нас по субботам прогулка длится полтора часа. Бывает так, что мы успеваем как бы сменить группу. То есть мы 45 минут гуляем с одними ребятами, 45 минут возвращаем их на площадку, берем других и с ними гуляем. И таким образом у нас получается фактически все дети погуляли. А как возникло это учреждение? Вы сами в общем от кого пришел запрос, что надо гулять с детьми? Этот запрос пришел от администрации. В нашем учреждении невероятно лояльное к волонтерам администрации и даже больше скажу, они сами настроены на сотрудничество и даже жажда этого сотрудничества и общения с нами. И еще скажу, я сейчас натре изоляции, общаюсь с куратором от учреждения по телефону. Мы созваниваемся, обсуждаем какие у него новости, какие изменения. И он мне рассказал такую историю, что некоторых ребят, которые вросы, их переведут, ну, что-то типа тренировочных квартир. И вот он мне рассказал эту историю и говорит, вы понимаете, Юля, мы же с ними столько времени, мы так будем скучать, вот мы хотим организоваться сами в волонтерскую группу и к ним туда ездить, вы нам расскажете. И мне это было так приятно, и просто я считаю, что это уровень и пример для всех социальных служб, социальных учреждений, как можно относиться к работе, вот, занимаясь таким делом. Ну, я считаю, мне очень повезло, еще раз повторюсь, я Саше вот неоднократно рассказывала, как я довольна и рада и горда тем, как устроено все в нашем учреждении. А вот такой вопрос. Подскажите, а фотографии этих детей разрешены в интернет выкладывать или нет? Сейчас расскажу. во время прогулок мы делаем фотографии и пишем отчеты на сайт Даниловцев о том, какие прогулки. Согласовываем эти фотографии с администрацией всегда. По Ватсапу в свободной форме мы пишем, ну, я пишу сообщение, что вот вот эти фотографии хотим разместить. Можно, нельзя? Мне подтверждают, если это можно. Разрешение дают по тем детям, которые, ну, как называют у нас учреждения, они говорят, государственные дети, то есть дети и роды, которые без родственников. Те дети, которые в нашем учреждении, например, на пятидневной неделе находятся или, ну, как-то в каком-то своем графике, они тоже есть в группах и с ними мы тоже иногда гуляем, если их не забирают выходные родители. вот, но их фотографии нам не разрешают размещать, но мы практически знаем уже всех детей, кого можно, кого нет, соответственно, сложности не возникает. Спасибо. Спасибо. Я, кстати, в чате, вот сейчас Юля сказала про это учреждение, я выложила ссылку на выступление директора этого учреждения, советую всем посмотреть о том, что такое отношение, реально бережное и доброе отношение от директора учреждения к волонтерам. Ссылка в чате есть. Мы просто, когда все услышали, упали просто, а для Юли это уже было привычно, а мы такие, ах, все были в шоке. А вот такой вот подарки дарите, вот праздники? Да, ну, если мы знаем дни рождения, как правило, мы знаем, потому что у нас коляски подписаны имя, петля, буква, фамилия и дата рождения подопечного, мы все дни рождения днем, спрашиваем, что можно, ну, и там ориентируемся все вместе и стараемся какой-то небольшой презент сделать. В принципе, по согласованию с воспитателями и согласованию внутри с волонтерами мы делаем презенты. Ну, какие-то сладости иногда приносим, но это только для старших ребят тоже по согласованию с администрацией нам сказали, что вот таким-то, таким-то ребятам можно, таким нельзя, потому что у них там особое питание, ну, какие-то медицинские противопоказания. Соответственно, что-то приносим, ну, такие мелочи, ребята всегда рады сладостям, поэтому, как бы, они... А воспитатели с вами, когда вот вы гуляете, воспитатель с вами? Нет, они остаются на площадке. А когда вот если дождь, снег, метель, вот? Ну, у нас было прям считанное на одной руке, пальцах одной руки количество, когда у нас попадала плохая погода, но опять же у нас было закрыто учреждение, нас не пускали на прогулки, потому что что-то горели какие-то складские помещения как раз-таки в том районе и был запах горя в воздухе. Но учреждение очень большое, там есть длинный переход между корпусами, там есть у них такая доступная зона, называется кафе Лукоморье, там такие стулья, как, знаете, сказки Маши и Медведя вот сделаны. Вот мы туда приезжаем, потом заезжаем в зал с поделками, там творческие поделки, они постоянно обновляются, ребята-воспитанники учреждения делают, это порой фантастическое, я вот смотрю, мне кажется, я в жизни это никогда не смогу исполнить, а там, ну, подписано, там, вот, тот-то, тот-то столько-то лет из такой-то группы, и ты думаешь, ничего себе, вот это усидчивость, вот так вот собрать каким-то там валяне-не-валяне мелкими тканевыми штучками, прикрепить, узор создать, это классно. Вот, ну, вот, соответственно, в зимний сад спускаемся, то есть, место, где погулять, погулять в плане общения, и вот предостаточно учреждений, да, у них не получится там свежим воздухом подышать, но вот в ситуации с гарью воздух помимо вас еще кто-то ходят другие волонтерские вот организации? Волонтеры в помощь детям-сиротам, она так называется, но там программа наставничества, то есть они приходят, у них идет какое-то небольшое обучение, которое организовывает наша администрация, администрация, потом собеседование и знакомство с детьми. И, получается, знакомят наставника ребенка, если все сошлось, то дальше этот наставник может приходить, точнее, там, по условиям для этого волонтерства, он должен приходить не реже, чем два раза в месяц к ребенку. и этот наставник может, ну, по заявлению брать ребенка за территорию, то есть с ним гулять, куда-то ездить, и это преимущественно для старших ребят. И, насколько я знаю, вот эти наставники, они между собой объединяются и организовывают групповые выезды для всех ребят с территорией вознуждения, например, на каток они ездили, или погулять по парку по какому-то, то есть это вот все доступно. А вот после 23-х их куда деток этих? Да, сейчас расскажу, вот это новая такая информация, буквально неделю назад мне рассказал наш куратор о том, что их ребята участвуют в проекте тренировочных квартир. Есть какой-то кампус, по-моему, Краснодардейская станция метро, где-то в том районе. Есть какой-то кампус, там как настоящие квартиры, двухкомнатные, две спальни, большой зал, объединенный с кухней и отдельный туалет с ванной. Такую квартиру заселяют либо шесть девочек, три в одной комнате, три в другой и общая зона, либо четыре мальчика. Почему-то мальчики два в одной комнате, два в другой и общая зона. Потому что они руками сильно не махали, не поубивали себя. Ну вот, в общем, наших ребят, которым 19-20 лет, вот этим летом, по-моему, 47 человек будут заселять как раз-таки в эти квартиры. И там есть специальные социальные работники, но это под эгидой какого-то фонда, я не скажу на зоне, потому что вылетела прям совсем под эгидой фонда. Вот там фонд и социальные работники, они будут помогать адаптироваться этим ребятам и готовить их к вот этой комиссии, которая на дееспособность будет проводиться. Для того, чтобы они могли подтвердить, что они могут пользоваться самостоятельно, они могут там справиться с бюджетом собственным. Ребята уже готовятся, уже там звонили, рассказывали, что у них занятия, они теперь уже понимают, что деньги можно тратить, можно копить, можно там разделять их как-то. Но это интересно, как они делятся своим восприятием таких длинных, казалось бы, простых вещей, они их только узнают. Вот. Ну вот такая программа, как бы. А так, раньше, ну до 23-х в интернате, а дальше в зависимости от того, как они проходят эту комиссию по дееспособности, либо по НИ, ну либо там свободное плавание. Ну дай Бог. А родители у кого-то есть или ни у кого нет? Ну вот из старших ребят ни у кого нету родителей. Там есть несколько бабушек, я знаю, но родителей нету. Скажите, а вы говорите, что вы с ними связываетесь, то есть через как, как это, телефон? Телефоны есть, да. Они с 18 лет или может быть даже с 14, я не буду обманывать, не знаю, получают какое-то пособие. В нашем учреждении в каждой группе есть социальный педагог, и они вместе с этим социальным педагогом ходят по магазинам, покупают себе вещи на это пособие, там пользуются какой-то карточкой Сбербанка, ну то есть снимают деньги, там кладут их на телефон, там все счеты пополняют, еще что-то. То есть в этом плане у них постоянно есть адаптация, этим занимаются. А вот контакты, получается, вы свои личные даете номер телефона, чтобы вам звонили? Ну, как бы по желанию, я свой даю всем, мне комфортно, вот, а волонтеры по желанию, кто-то там просит, чтобы не говорили его номер, кому-то наоборот это в радости звонить со всем вместе. А могут звонки ночью поступить? Ну, мне звонили в один из-за часа, да, да, могут. Перед тем, как спать, Леш еще, знаете, там под кровать куда-нибудь заберутся и наберутся. И спишь. Я говорю, да, я уже спать ложусь. Ну, ладно, спокойной ночи. Ну, то есть вам звонят детки, которые, ну, они могут и говорить, и слышать, то есть у них, ну, активная такая деятельность, да? Это вот как раз-таки взрослые ребята, которые, ну, так, максимально осознанные, у них есть небольшое изменение в умственном развитии, ну, что, собственно, связано в какой-то мере и со средой, из-за того, что это не семья все-таки с средой проживания, вот. Но при этом они вполне, вполне могут поддержать обычный диалог, обычную беседу и общаться. Ну, то есть в группе есть и прям совсем тяжелые детки и самостоятельные уже? В учреждении, да, в учреждении есть разные, да, и как бы получается мы ходим к совсем тяжелым, а которые самостоятельные, они сами к нам приходят, пока мы гуляем и с нами общаются. Ну, для них это тоже интерес, общение с другим миром, ну, как друзья они нас воспринимают. Спасибо. Спасибо. Ну, Юля такой добрый, открытый человек, ее не напрягают такие звонки в одиннадцать часов, да, поэтому, ну, это же всегда, и мы в движении говорим, что это под ответственность каждого человека, да, если ему комфортно, если он готов к этому, и он понимает, что если он дает свой номер, то ему потом могут звонить в любое время, если он, и он говорит, да, хорошо, пожалуйста, я готов, то, конечно, да, он имеет право распорядиться своим номером. в каких-то группах с этим похуже бывает, что лучше вообще не давать никому, вот, но у Юли вообще во многих отношениях, вот, я думаю, вы поняли из рассказа, такое, и учреждение такое, передовое, просто космос, вот, и с как-то группой, вот, к Юле тоже такие волонтеры подбираются, как-то, и сами, естественно, и сами подопечные удивительные, так что как-то все вот так вот сходятся, что у них как-то все так складывается очень-очень хорошо и комфортно с таких вопросами. А есть волонтеры, которые вот уже больше года изначально с тобой? Да, с самого начала у меня первые пять человек, которые пришли, из них одна девочка совсем перестала ходить, ну, практически сразу, потом вот Таня Матанцева, она все время ходила сейчас на школе учиться, потом Ксюша, она ходит с перерывами, ну, там, примерно сейчас раз-два раза в месяц, ну, тоже из первой группы и еще одна девочка, она ходила вот до, прям до карантина и месяц назад она уехала в командировку на год, поэтому пока приостановилась, но при этом она с нами на связи и в онлайне общалась тоже. Вот. Спасибо. Есть еще вопросы девушки? Да, у меня есть вопрос, есть ли какой-то дополнительный тренинг для волонтеров по, не знаю, по взаимодействию с детьми, по коммуникации, потому что, мне кажется, во-первых, есть страх общения с детьми, допустим, которые не слышат или не видят, потому что, ну, как взаимодействовать, да, можно ли к ним прикасаться, как лучше общаться, потому что обычно вопросы бывают к ребенку, когда спрашиваешь, ну, ты видишь белочку, а потом ты понимаешь, что на самом деле ребенок не может этого видеть. В общем, вопрос такой, есть ли какой-то такой дополнительный адаптационный тренинг? Я поняла вопрос, но я сейчас скажу со своей части, может быть, Саша что-то дополнит. Адаптационного тренинга нет, но я стараюсь построить взаимодействие с новыми волонтерами таким образом, что первую прогулку мы встречаемся у метро, от метро до учреждения идти, ну, 20 минут. Я там что-то рассказываю, дополнительно описываю, какие будут возникнуть ситуации. И в самой прогулке, ну, либо там ориентируюсь по человеку, насколько он готов, насколько у него был предыдущий опыт взаимодействия с такими ребятами, полчаса, либо всю прогулку провожу с ним и показываю, ну, как на своем примере, как я общаюсь с этим ребенком, чтобы он вот воочию смог понять, попробовать сам, ну, и уже не бояться, потому что увидел, что там другие так делают, другие рассказывают, показывают, другие общаются. Вот. Ну, это мой опыт. И у нас в движении вообще для волонтеров всех групп по направлениям, например, там, больничные волонтеры, волонтеры, которые работают с особыми детьми, с особыми взрослыми, с подростками. У нас для этих групп есть специальные тренинги, которые проводят как раз Лида и Андрей, Лена Куликова, и они как раз проводят их, и там волонтеры могут разобрать разные сложные вопросы, которые у них возникают при общении, в том числе, с особыми детьми. Там могут им какие-то литературу посоветовать, какие-то обучающие, видео. То есть, можно вот получить такую информацию, и другие волонтеры из других групп более опытные тоже могут чем-то поделиться. И плюс у нас есть тренинги, которые могут открытые, которые посещают все желающие. Иногда бывает, что кто-то рассказывает в том числе и про особых детей или молодых особых молодых взрослых. Поэтому у нас в этом плане есть замечательная подготовка со стороны самой Юли, которая уже все знает, как человек сопровождает в виде уровня его подготовки. И такое общее движение поддержки. Человек бесплатно совершенно может получить такую коллективную поддержку и от специалистов, и от других более опытных волонтеров, которые в этой области работают. Это всегда такая многосторонняя поддержка получается в нашем движении и для волонтеров есть. Никто не остается с мучительными вопросами и сомнениями, что же мне делать. Всегда найдет ответ. Это очень ценно и очень здорово, правда, что такое большое движение, но при этом каждый может спросить и получить поддержку. Это правда здорово. Да, и координатор тоже, если вдруг какие-то... Конечно, координатор очень опытный человек, очень много знает сам, но если вдруг даже координатор что-то не знает, координатор сам может спросить это в том числе у специалистов наших, потому что все-таки у нас и у Лидии Алексеевской, и у Елены Куликовой есть специальное образование и огромный опыт работы с особыми детьми в частности. Поэтому у нас есть кому обратиться и задать вопросы. Юль, а отказывала волонтерам в посещении? Да, у меня был один прецедент по отказу, но это было не в моменте собеседования, это было после длительного периода, когда он ходил в нашу группу, он был участником другой группы движения, и у него были особенности с собственным самочувствием, со здоровьем. И в какой-то момент после посещения он в метро как-то перестал себя контролировать свои действия и очень своим поведением напугал других волонтеров, которые вместе с ним ехали. И в тот день я поехала в другом направлении. Ну и соответственно после этого я написала ему, что это небезопасно, ни для него самого, ни для нас, ни для ребят, ни для подопечных. И как-то вроде он с пониманием отнесся к тому, что я попросила его больше к нам присоединяться. Был один случай. Спасибо. Мой вопрос школы координаторов я буду столько обсуждать. Как отказывать? Как сказать волшебное слово? Нет. на самом деле после школы координаторов первые ну еще сообщения собеседования с девушками они как-то так проходят вполне себе комфортно и понятно а вот собеседования первые с парнями они были для меня немножко странными и у меня были прям сильные опасения как бы а может быть нет а может быть это маньяк вообще какой еще что-то и я помню как я переживала сейчас я общаюсь с этими людьми уже пришел ну там год и мне кажется так смешны мои переживания я считаю что ну даже если есть какое-то опасение это мой личный подход то под свою ответственность я готова провести там одну прогулку и еще раз посмотреть и убедиться уже наверняка вот дать шанс мало ли да да ну если только это не совсем неадекватный человек ну таких мне не попадалось хорошо работает наверное предварительная проверка Юлия а вы как с ними проводите собеседование лично или онлайн лично я вообще не сторонник онлайн общения совсем никакой мне очень тяжело даются все эти новые технологии поэтому я предпочитаю общаться лично как-то так проще наверное и прочувствовать и понять и свои мысли донести до человека нежели через камеру мы кстати как раз движение вот до всей этой истории с карантином мы вообще никогда не использовали скайп всякие звонки или ватсап или зумовские конференции мы всегда были за личное общение с человеком и всегда об этом рассказывали что собеседование надо конечно проводить в личном режиме в данном случае вот эта вынужденная такая ситуация которая на всех на нас напала то она вынуждает нас к тому чтобы проводить в том числе онлайн собеседование о чем тоже на школе рассказывали то есть это именно вынужденный формат потому что все-таки мы за то чтобы проводить в нормальных условиях такое в кавычках мирное время все-таки проводить всегда собеседование и лично в офисе и координатору лично уже потом с кандидатом потому что какие-то вещи они через онлайн очень трудно воспринимать и человека как-то оценить хотя вот сейчас огромное спасибо Елене Куликовой она конечно гигантскую работу провела чтобы минимизировать возможные риски общения с потенциальными кандидатами волонтеры онлайн но это опять же вынужденная такая реальность все-таки мы за живое общение если бы нет ситуации эти стажировки вы проходили вы бы пошли в учреждение вместе с Юлей замечательно вы провели время с подопечными но формат сейчас такой наверное что-то хорошее из этого тоже выйдет возможно хотя бы так слава богу пообщаться так что когда нам разрешат выходить мы все побежим просто мне кажется во все учреждения по очереди кстати да а они оттуда выбегут навстречу волонтерам кстати вот скажу Юль сегодня в инстаграме нашего движения от как раз от деды 15 бывшего как раз пришел комментарий что очень ждем волонтеров прям комментарий оставили под постом что очень-очень-очень ждем волонтеров вот я им тоже ответила что спасибо большое и мы вас и сердечки поздравляем потому что тут действительно движение такое оно двустороннее то есть и стоя с этой стороны действительно очень ждут снятия этих ограничений дай бог это произойдет как можно скорее и дай бог